И к новостям спорта. В Бишкеке прошли ежегодные соревнования по спортивной гимнастике и по прыжкам на батуте. Сегодня завершилось весеннее первенство, на котором состязали 117 детей от 8 до 18 лет. Всего было три дисциплины. Это акробатическая дорожка, спортивная германистика и прыжки на батуте. Участники соревнований были разделены на разные категории, такие как начинающие спортсмены, кандидаты и мастера спорта. Также юных спортсменов готовят к участию на международных соревнованиях. Тему продолжит Алина Хайдаршина. 13-летний Борис занимается спортом с 6 лет. Тренировки занимают большую часть его жизни. Юный спортсмен готов приходить в зал чуть ли не каждый день. Мальчик увлекается прыжками на батуте и акробатической дорожкой. Его привел на тренировку дедушка. Мальчик сразу проявил рвение и достиг успехов. Так он уже побывал на чемпионате мира и на крупных соревнованиях за границей. Борис поделился, что в прыжках на батуте ему нравится то, что нет предела и можно учиться новому каждый день. Я сначала был в младшей группе и буквально через 2 месяца я подошел к тренеру и говорю, именно так, вот такие были слова. Как стать батутником? Именно батутником. Он посмеялся и сказал, давай проверим. Я начал тренироваться. Борис также принимает участие в соревнованиях местного масштаба. Так в Бичкеке завершилось весеннее первенство по спортивной гимнастике и по прыжкам на батуте, на котором состязались 117 детей от 8 до 18 лет. Всего было три дисциплины. Это акробатическая дорожка, спортивная гимнастика и прыжки на батуте. Все участники соревнований были разделены на категорию начинающих спортсменов, кандидатов и мастеров спорта. Отметим, что прыжки на батуте включены в программу Олимпийских игр с 2000 года и наших юных спортсменов готовят к участию на соревнованиях международного уровня. На батутах получается ребята выполнять две связки. В каждой связке должно быть 10 элементов различных, то есть сальто вперед, сальто назад, бланш, различные элементы. Останавливается по четырем оценкам общего возраста, то есть перемещение, время полета, сколько спортсменов находится в высоте, техника выполнения и категория трудностей упражнения. Тренерский состав активно развивает этот вид спорта. Федерация прыжков на батуте и акробатической дорожке существует совсем недавно, но активно продвигается к мировым чемпионатам и набирает опыт. Наши дети выезжают на международные соревнования и мы выезжали в 2018 году, в ноябре месяце наша команда сборная, она приняла участие в чемпионате мира. Чемпионат мира проходил в Питере по акробатической дорожке и на батуте, где мальчик у нас на акробатической дорожке Калачко Артем попал в двадцатку сильнейших. На соревнованиях дети, занявшие призовые места, получили грамоты и медали, а также обрели бесценный опыт и стимул развиваться дальше.